привет всем привет с вами снова димас мы решили сегодня с пиратом выбраться на природу с ней для вас небольшой обзор тушенки сейчас весна ведь природа отличная за мной вообще течет великая река дон но у нас она не такая великая но начинаем скрыть наших тушенок баночных тушенки у нас они будут разных категорий ценовой что времени терять я начал открывать и из разных регионов представлены даже импортные есть так называемый белоруссии если мы это может считать импортом сейчас так что начнем с местной с рязанской тушенки тушенка местного комбината великолупский город великие луги а кстати нифига это не рязанская псковская вас обманул оператор вырежет как обычно 325 грамм свиная тушенка 97 5 мясо продуктов содержится в ней хорошую упаковку пробовал покупал что до этого прикольный тушенка сейчас скроем и увидим крышка современно открывашка замок удобная в этом плане вот смотрите куча мяса запах сразу пошел отличный сейчас вот попробуем вот структуру мяса смотрите волокна есть все отлично обалденная тушенка она визуально уже вкусная куча мяса просто гульона буквально там железочка вот так все мясное без всяких вот вкрапление слюно отделение пошло вот пахнет вкусно оператор даже говорит вот уже есть хочет смотрите какое мясное отличные тушенка ребята вот советую этого самого первого я начал специально чтобы увидеть сколько здесь мясо это обалденный тушенка она не тает она чувствуется мясо живешь мясо не соленые главное не соленые обалденные просто просто обалденный носи белое мясо постное если красное мясо бульон есть присутствует жирок присутствует но он он везде он просто вот так вкусно смотрится вот вываливать не буду с хлебушком вообще на за счет будет самите начали с первого номера очень вкусно так что если оценивать 10 из 10 в любой категории 5 из 5 очень вкусно дом не соленая что для тушенки это минус потому что она портится должна быстро но при этом она всегда свежая значит курить так что берите очень вкусная тушеночка и сразу перейдем тоже свинину будем пробовать и свинину попробуем у нас вот такую так что мы открыли заранее замок старый цена и тушенка сейчас почитаю состав но вы видите сами какой тут состав очень страшный крышку откинул мне стало страшно это какая-то это тушенка из фарша на вид мы сейчас вот мешаем она железная такая прям стоит она я не помню до 100 рублей точно производство московская город москва ну подмосковье орловской области тоже присутствует 340 грамм три года хранения как обычно тушенки белок соевый первым номером вода питьевая жир свиной укрепчатые при всякие специи разные тушенка свиная каждый день вот такие вещи едят наши пенсионеры и тому подобное им делают доставки сейчас вот кто сидит дома волонтеры на запах она вот сразу пахло от мясное такое а здесь пахнет крупой вот такой невкусный крупой какой-то затхлый ну буду пробовать чуть опасно я вообще не хочу пробовать но придется это невозможно есть ребят ну чисто для меня я как может съел бы это опять когда мне голодно но не сейчас я не буду после особенно такой тушенка которая была первая она не соленая тоже но она уже как будто каши тут с чем-то это не съедобно даже вилку не буду отсюда доски стоит я не знаю сколько она не помню что до 100 рублей точно я даже оценивать такой не могу это не тушенка фарш тушу тысяч тушенки просто нового один-один везде я не знаю потом посмотрим кошки будут есть вообще или нет переходим к другому прям говядине вот попробуем говядину вот говядина у нас будет курганская мясокомбинат курганский 907 года из 907 года высший сорт стандарт говядина тушеный город раньше курган был закрытый 338 грамм 58 тут содержится мясо процентов консервы кусковые мясные стерилизованный замок современный все хорошо как бы должно быть на первый взгляд срок годности как обычно три года и года до вся тушенка три года хранится вот жирок присутствует вот напомню говядина не свинина вот бульёшка чуть потаял уже на солнечная погода вот мясо есть присутствует но такое переваривать жила какая ты все же жилья жирка нормально тут несколько миллиметров даже полсантиметра наверно вот мясо добрался до мяса опять жил и рез попробуем час его такой вот жильное мясо нормально принципе мясо чувствуется такое не пересоленное нормальное вот мы чуть-чуть какой-то вот такой вот запах точнее вкус такой говядины вот не очень хороший бульона конечно много присутствует все мы вывалим посмотрим эту баночку тех все было видно наглядно вот тут еще мясо кстати приплыла у мяса есть присутствует смотреть достаточно много и она кстати структурированная такое мясное волокнистая добра выше от бежилка получше где жилки нет не присутствует там хорошо трешечка пятибалльные там семерка неплохая главный соленый чит падается как ни странно одни соленые такие пока тушенки прикольно до поход ее взять был бы отлично напомню курганской тушенка говяжья берите принципе она тоже по цене ну не знаю может там 150 максимум стоит мы этом вряд ли тоже где-то соточка дальше переходим у нас опять говядина говядина большая как всегда три года хранения как мясная были называется фирма гост высший сорт говядина тушеные состав говядина жир говяжий лук репчатый и всякие добавки перец соль лаврушка ну как обычно у нас три года все есть температура хранения одинаковая вес 500 посмотрите вот сами такое тут железчик мясо достаточно мало одно желе и всего растопить будет непонятно что то кусочек один такой волокнистый попал сказать больше то особо нечего за полкило бульона но отмисот я нашел грубо что опять не соленый и тут я смотрю все говорят соленые наш тушенки но и что пока не соленый мясо овощей нету смотрите один какой-то же этот даже не хочется пробовать на вкус говядина невкусные много лаврушки но не очень вкусная пятерка даже мин четверка и душ больше не дам не покупайте такое настою стоит может недорого даже 100 рублей по акции где-то я брал эту гостов но она невкусные вещи не берите такое ты сразу для сравнения вот возьмем такую же большую тушенку говядин тоже семейный бюджет называется говорили на высший сорт гост тушеные полкило состав такой же говядина говяжий жир соль это то лаврушка три года все одинаково все стандартно все не просроченные пробуем напомню вот сейчас открою попробую уже пора научиться замки делать станешь так открывать тут прям бульёшка обильно присутствует и такая вот полу потаянная железчик там что-то мясо мясное есть мне кажется вываливать не буду потому что помешается нормально но что-то вот тут мясо есть жир кстати внизу был но мясо прям вообще буквально ерундистика жилки какие-то присутствует орловская говядина кстати хорошая была раньше фирма ой фирма этот какой мне кажется конина была хорошей орловской сейчас нам непонятно что 100 рублей 99 стоил это магазине всем известным пятерочка по акции один бульон греть ее вообще мне кажется это как суп получится какой-то ну вообще невкусно и куда-то кинул она растворилась получился вкус консервов ну такой себе но за 100 рублей я можете в поход позволила купил бы как бы тоже оценки такие трешка и двушка больше чуть меньше где-то ну прикольно как можно взять и отравиться по ходе так что пока только один съедобный вариант достаточно будем смотреть другие переходить хочется вкусно что-то попробовать и до вкусного у нас вот единственный у нас импортный производитель это беларусь вот сделаем беларуси агрокомбинат снов девятнадцатого года лучше продукция свиная тушенка по госту естественно гост и все советские 338 грамм три года все одинаково что у нас написано на гости что у них все одинаково следовательно что это все сделано по советским гостам свинью свинюшка тут интересно изображена замок современный вскрываем смотрим она не дорог не дешевая это говядина свинина была точно смотрим сразу смотреть визуально бульон вообще отсутствует присутствует лук состав такой же как везде но смотри сколько мяса она может суховато немножко вот насколько мясо запах отличный просто такой приятный ну свиной мне для меня свинина получше пахнет чем говядина после похоже на великолупский комбинат только по суше но она очень похожа на домашнюю тушенку вот я такую в детстве ел сами закрывали на местности очень вкусная приятная на вкус такая на соль без лаврушки без всего где-то там я чувствую это все равно приятный вкус вкусная тушенка реально белорусская также как молодцы не звучит сделать не подделывают делают качество я вот даже не буду туда делать там видно мясо смотреть там жир мясо все присутствует бульончик внизу все как положено очень вкусно от массы вот теория 10 из 10 вообще претензий нет как вот отечественная тоже тушенка очень вкусно я такой брал вам советую групп компании агрокомбинат снов их много разновидностей но вот я взял одну попробовать очень вкусная дело туда был магазине и наткнулся на такую тушенку типа она написана продукция без наценки вот она продается рыбка плеснулась хорошие кстати каверин пусковая тушенка 340 грамм тут буренка изображена все нормально но не поверьте она стоит 19 рублей пятерочки девятнадцать рублей это вообще ну типа без наценки не за это может стать приводить на наценку ну тут мы как видим что вот тоже чтобы видели как каждый день написано сразу без обмана они сейчас пишет белок свой текстурированный текстурированный так вода питьевая шкура свиная говяжий говядина короче тут тушенка говяжья но сборная все хорошо по всем категориям остальным все написано все так же город москва вот город москва читаешь и все чумашки тушенку делают но при этом адрес производства изготовителя москва деревня крёк шина но адрес производства орловского город мчен мценск ну понятно все старый старый замок естественно замок тратится он стоит дороже чем это чем все остальное там банк стоит дороже чем я просто не представляю сколько стоит это мясо если она 18 рублей ну смотрите тут что у нас тут ну вот даже хуже мне кажется может ну не кстати тут вот есть прям какие мясные вкрапления я думаю хуже будет но нет чем каждый день буду пробовать сейчас запах ну вот опять вот этот сои пахнет свой духе за крупа это свой пахнет они обманывают свой пишет молодцы прям вот свое мясо ну там вообще прям ну как дальше пробовать я не стану смысл даже даже оценить невозможно это не берите просто 18 рублей кошки вот мы попробуем вот здесь нет две баночки у нас какая лучше посмотрим вот такая свинь на эту шонку тоже и она вообще у нас отдельно идет как бы почти тоже как с границы город калининград производства свинина так на вид она выглядит ну на первый взгляд принципе достаточно нормальная читать ничего не буду все остальное одинаково и все просто город калининград калининградского вы спал про мясо все остальное в стандартные года и весовые категории смотреть ну как бы тут вот сои присутствует сразу заметно и ну все мы высыпем посмотрим нету хочется прям посмотреть высыпать что она из себя представляет целиком ну ведь у нас солнышко уже немножко бульончик потек в отлично ломается но как тушеное мясо хорошо вот так лайпа была жирка много присутствует вот мясо даже есть такое запах запах приятный кстати она из 1 но свинина вот мне нравится ним капот тут не соленый почему деду думать на соль мало мясо присутствует жирка много тоже топить не рекомендую так съесть в принципе но для свиной не очень прикольно знаю не помню тоже где-то сотка на стоила на пределах там вот стебушка намного вкуснее получается такая как бы в поход рекомендую взять потому что все присутствует мясо и больно природе сейчас вот мы снимаем намного вкуснее все это приятнее даже слое иногда может быть она зайдет все лучше интересней так что берите советуем семерочка четверочка даже трешечку внутри четыре с половиной поставлю мяса достаточно много хороший комбинат делает калининградский так что редкая тушенка не увидишь я вот увидел сразу взял его переходим мы нашел я лазил в подвале не страшно и пробовать конечно но я решил все-таки попробую взять она просрочена 10 лет ребят семейный бюджет у нас был такой же тушенка свиная домашние 500 грамм стеклянная банка за это время чем крышка живая вот такое но там вот внутри все смотрите какая страсть все прилипло на запах ну вот уже пахнет прямо до железом она отслоилась так опять же мы и вывалим потому что так невозможно прочувствовать посмотрите верхний слой такой не очень но такой вот видно что она вот смотрите вкрапление сои уже со она соевая до нас даже в то время было сои уже 10 лет назад вот я его выбираю смыть пробуйте опасно конечно но я попробую ну свои вот смотрите ну есть от мясо кстати присутствует мясо но везде соевая в основном штука но она вот пахнет железом уже даже стеклом стеклянной банкой есть невозможно конечно все но вообще безвкусно и прям слой кстати но бабами не пахнет вас пахнет костром бабами не пахнет так отдален уже даже бабы выветрились 18 февраля 2011 года до производства три года хранится так что смотрите сами кавказ мясо город черкеска стать кавказская у нас тоже смотрите у нас какой осени это вас граница большая даже все затронуло все все регионы все понятно понюхали попробовали убрали вот осталось у нас два варианта тут небольших все свиное мы начали такого нашего закончим нашим до этого тушеночка вообще интересная армия россии я попробуем на соль свиная тушенка военторг еллинский мяскомбинат и подмосковье все дела написать калининградской области ну как понятно к службе готов по госту 338 грамм у них вот это все стандартная замок современно это хорошо для солдата быстро открыть съесть это первую очередь главное что нужно так что мы сейчас вилочку возьмем и будем опять же вываливать хочется посмотреть что у нас съедят запах приятный достаточно ну как бульончик у нас вот смотрите присутствует потому что уже тепло у нас немножко оттаяло мясо есть мясо хорошо мясо много жира мало бульон есть запах приятный пошел такой достаточно мясо не сове структурированные все вот она соленая действительно вот в армии действительно делаются соленая она отсылание всего на вкус приятное с хлебом вообще бомба солдату в окопе больше ничего не надо лучше не стреляли бы поели тушенку не знаю как на вкус говядину венторговская свинина вообще обалденная советую брать 9 4 даже жиров приятный либо это на природе так вкусно не знаю вы сами видите мясо много много мяса я для этого не еленинска не брал мясо комбинат но очень все хорошо берите мой совет это вот одна из немногих вкусных тушенок и осталось у нас наш местный комбинат рязанская область скопин город всем знаменитый стал в этом году давно он стал уже знаменитый в этом году вообще его распиарили благодаря одному человеку нехорошему скопинская тушенка свинина премиум выгодная цена гост поросята тут 35 325 грамм свинина лук соль лаврушечка перец черный все стандартно все интересно все болтается современный замок вскроем вот должно быть неплохая все советуют брать смотрите как пленочка тут образовалась не эротичные ну ничего возможно надо кстати год срок годности посмотреть может быть она и уже срок годности прошел не три года а когда чего они от нормаль двадцатого года то сейчас вывали посмотрю мясо много но мясо некрасивая мне нравится то ли она какое-то обманное тут какой-то мягкое чуть соевая я выложу посмотрю потаяла может и за это у нас тут уже склад вот но есть структурное мясо вот все структурно вот есть не структурное жирок присутствует смотреть мясо достаточно много тоже запах запах куты это слои ну так а может не соя может отдаленно ну как бы я не знаю если вы будете приезжать город скопин ну можете зайти взять но может другую упаковку может вкуснее быть оценка у нее но она такая нормальная 3 и 7 все есть мясо есть но на вкус не очень но при этом свое присутствует ну я не советую вам брать другой упаковки если поете через этот город может возьмите зайдите в мясо комбинат ну что вердикт у нас самые невкусные это вот эти варианты соевые вот этот бюджетный вариант невкусный вообще гал неплохая вот калининградской доступны хуже еще идет вот сюда и поставим этого курганской на муравьи уже плавают у нас естественно вот этот семейный но неплохой в поход я взял вот это что даже я ставлю скопинский потом идет отличный вариант отличный вариант военторг мне понравился все присутствует все есть свинины отличное хорошее третье место вы 1 2 не могу отдать кому первое они одинаковые но белорусская как домашние она реально пахнет как дома велоколубская псковский мясокомбинат отличное так что вот эти два овощи варианта ведь самые лучшие они недорогие ну как бы они в пределах 200 рублей стоит они очень вкусные куча мяса они реально отличные в любую даже домой взять сделать так что покупайте мне совет вам свой даю так что мы пойдем дальше загорать и радуется природе весенней вам всем добра и мира с вами был димас вся банда вкус brother hooks увидимся нашем канале всем давайте пока пока хорошем настроении